Спонсор программы «Спортивный клуб» компания «Норникель». Добрый день! Вы в «Спортивном клубе», с вами Горгий Аргян, и мы расскажем о самых интересных спортивных событиях недели. Главная тема программы в Красноярске пройдет масштабный турнир по смешанным единоборствам «Бои на Енисеи-2». Герои программы – серебряный призер Олимпиады в Рио Мигра Нарутюнян и руководитель Федерации триатлона «Края» Владимир Мусиенко. Итак, Красноярск против «Старого Оскола». В конце сентября в нашем городе пройдет турнир по смешанным единоборствам «Бои на Енисеи-2». Красноярцы встретятся с бойцами из клуба «Александр Невский», за который в свое время выступал легендарный Федор Емельяненко. До боя остается чуть больше недели. Нарек Степанян тренируется в привычном для себя режиме. Поводов для беспокойства не видит. В арсенале Степаняна богатый набор приемов из дзюдо, рукопашного боя и самбо. Его можно назвать универсальным бойцом, но по правилам ММА Нарек ни разу не выступал. И схватка в клетке станет для него дебютом. Я год назад думал, планировал выходить биться. Вот, настало время выйти. Параллельно он не без успеха выступает в привычных видах спорта. Так, на днях он стал победителем турнира по спортивному самбо среди служащих национальной гвардии. Провел четыре схватки и каждую закончил с явным преимуществом. Ну, конечно, каждая победа в уверенности. За сколько секунд ты закончил? За секунд 30-35. Так и планировалось? Да нет, я думал, зарубиться придется. Долгие схватки, я думал, долго будет. Сейчас уверенность Нареку нужна как никогда. Ему достался самый сильный оппонент. 26-летний Артем Василенко, тюдоист-олимпийц, неоднократный победитель турниров мирового уровня по самбо. И в смешанных единоборствах представитель Невской дружины не новичок. Ну, да, противник, конечно, очень серьезный, потому что подзидо стать чемпионом Европы – это очень сложно. Это очень архи-сложно. То есть единицы с нашей огромной стороны, кто добился таких результатов. А человек стал чемпионом Европы по дзидо, отобрался на Олимпийские игры, участвовал в Олимпийских играх в Лондоне. То есть это серьезная база, подготовка, ну, и по дзидо, и по самбо. Организаторы уверены, бой между Степаняном и Василенко должен стать украшением этого вечера. Всего же в файт-карте 9 поединков. По словам Дениса Долотова, одного из организаторов, соперников красноярцам искали долго. Главные критерии – умение показать достойный и красивый бой. Вышли на школу Федора Емельяненко, спортивный клуб имени Святого Александра Невского. И как раз не были задействованы эти ребята. Сейчас в сентябре, в октябре очень много проходит турниров в разных городах России, первенства России. И была собрана команда, которая поедет именно на этот турнир, который будет проходить в Красноярске, в Сибири. Турнир пройдет 29 сентября. Но любители этого сурового спорта смогут познакомиться с бойцами днем ранее на взвешивании, которое пройдет в одном из торгово-развлекательных центров. Флен сборной Армении по греко-римской борьбе Мегран Арутюнян завоевал на Олимпиаде в Рио серебряную медаль. Но и в Ереване, и в Красноярске, где живут его родственники, спортсмена встречали как героя. Ереван. Глубокая ночь. Тысячи армян встречают серебряного призера Олимпиады в Рио Меграна Арутюняна. Для них он чемпион. Я чувствую огромную любовь, а это самое лучшее. Я знаю, что после всего этого, что я увидел, я просто так не уйду и еще подарю такую радость. А это уже Красноярск. Но и здесь Арутюняна встречают как героя. Парковка аэропорта забита автомобилями родственников, друзей и близких. Зал полон. В Рио Мегран стал вторым. Хотя по признанию специалистов, финальные схватки победу должны были отдать ему. Большую часть поединка Арутюнян выигрывал с минимальным счетом у соперника из Сербии. Но в конце неожиданно армянскому борцу арбитр выносит предупреждение за пассивность и дает Сербу 1 балл. Счет 1-1 сохраняется до финальной сирены. Но победу присуждают сопернику за последнее техническое действие. На пьедестале Мегран не смог сдержать слез. В этот день, в этой схватке я был лучшим. И я знаю, что я выиграл. Я знаю, что ему помогли. Не знаю, как он переваривает это. Но я знаю, что я очень тяжело это перевариваю. И как спортсмен, и как человек. Не знаю. Это на всю жизнь, наверное. Рассказывает, после поединка даже хотел завершить карьеру. В одном из интервью он скажет. Обокрали не меня, а мою нацию. Единственное, что тогда помогло обрести душевное равновесие. Поддержка народа, говорит Мегран. Ну, в Армении встретили очень масштабно. Там просто весь народ, я почувствовал, как будто весь народ просто приехал нас встречать. Как-то вот восстал и поддержал, и порадовался одновременно. И каждый проходящий человек, и каждый не знающий ничего, не разбирающийся в спорте поздравлял. Все понимали, все это ценили. И это очень приятно. Один из самых запоминающихся моментов Олимпиады среди борцов. Схватка с азербайджанцем Расулом Чунаевым. Два года назад Чунаев после победы над другим армянским борцом неожиданно прошел с троевым шагом и отдал честь. Объяснил тем, что он как солдат азербайджанской армии выполнил свой долг. На Олимпиаде в Рио Мегран встретился с Чунаевым в полуфинале и выиграл. А затем тоже отдал честь. Я просто призываю всех спортсменов, чтобы больше никогда никто не делал какой-либо жест не для того, чтобы порадоваться, а для того, чтобы унизить мою нацию или чью-то любую другую нацию. Теперь Мегран будет готовиться к Олимпиаде 2020 года. Там-то надо выигрывать убедительно, чтобы у судей не появилось даже сомнений. Нация ждет золотую медаль. Замбист Александр Пивнев в этом году выиграл золото российского и европейского чемпионатов среди молодежи. А накануне победил в престижном всероссийском турнире памяти Елизарова. И он успешно совмещает тренировки и учебу в медицинском университете. Насколько успешно, узнаете прямо сейчас. Новый спортивный сезон для Александра Пивнева начался с двух побед на двух крупных турнирах. Они важны с точки зрения психологии. Как сезон начнешь, так его и проведешь. Всегда хочется отбороться, хочется хорошо начать сезон. Поэтому он такой ответственный, он немного сложноватый в таком моральном плане. И вот в этом его сложность. Самбо Александр уже 12 лет. Тренироваться начинал в родном Канске. В секцию привели родители. В 2009 году, после победы на чемпионате Сибирского федерального округа, понял, что хочет заниматься самбо на самом серьезном уровне. Затем последовала череда громких побед. Первенство Европы по молодежи в 2013 году на Кипре. Там я выиграл. И такая достаточно значимая победа. Ну, за прошедший год это было первенство России до 23 лет. Тоже выиграл. На ковре Александр людей не жалеет. А за пределами ковра, наоборот, помогает. Самбист намерен стать врачом. Выбрал одно из самых сложных направлений – хирургия. Поначалу тренеры рекомендовали поступать на физвоз, чтобы учеба не мешала тренировкам. Но Александр настоял на своем, говорит наставник Пивнева Ваган Саградян. Он всем ребятам помогает и по медицине, и там насчет здоровья, там травмы и так далее. За это мы и все команды благодарен ему. И успевает даже, несмотря такой нагрузкой учебной, успевает тренировочные процессы. Стать врачом – мечта детства. Пять лет назад Александр переехал в Красноярск и поступил в местный медицинский университет. Я считаю эту профессию такой хорошей, доброй. Всегда родители хотели, чтобы я выбрал хорошую, добрую профессию. Ну и поэтому я с детства уже запланировал и как бы иду к этой цели. Учиться Александру еще год. И нужно будет делать нелегкий выбор – оставаться в спорте или полностью посвятить себя медицине, говорит Пивнев. А пока что у него неплохо получается совмещать. Часто бывают инъекции, например, если где-нибудь находимся на сборах, люди болеют и приходится либо антибиотики, либо врачи прописывают, но нет возможности ходить в больницу, например, ставить какие-то уколы. Ну и приходится ребятам помогать. Впереди у Александра не только самый ответственный период в учебе, но и в спорте тоже. Самбис перешел из юниоров во взрослый дивизион. В скором времени он примет участие в чемпионате России по самбо среди мужчин. Возможно, эти соревнования станут определяющими для его будущего. А теперь наша традиционная рубрика «Разговор». Сегодня у нас в гостях руководитель Федерации Триатлона Края Владимир Мусиенко. Он две недели провел в Олимпийском Рио и готов поделиться с нами впечатлением. Вот до Олимпиады в Рио проходило много митингов, протестов, потому что бразильцы были против этой Олимпиады. Много денег тратилось. Как они принимали гостей? Ну, в общем, довольно дружелюбно. И были случаи, я помню, мы искали автобусную остановку. Рио очень большой город с большим количеством населения. И сложно было реально перемещаться с одного спортивного объекта до другого. Например, в том же Триатлоне от Олимпийской деревни до места старта. Несмотря на то, что Олимпийская деревня в черте города находилась, она должна была ехать на автобусе два часа. Я помню, мы искали какую-то станцию, спросили простую бразилианку. Причем, естественно, она не говорила по-английски. Но она поняла, что нам нужно, номер автобуса. Она шла с нами, наверное, почти два километра для того, чтобы просто показать, как нам ехать дальше. И в остальном, конечно, были разговоры, но довольно корректные. Я помню, на одной из спортивных площадок в районе Маракана мы жили, в районе стадиона Маракана. И вокруг этого стадиона проходила беговая дорожка двухкилометровая, на которой я периодически тоже выходил для того, чтобы потренироваться. Там же стоят тренажерные комплексы. Да, были там разговоры с местными бразильцами о том, что, конечно, есть определенный момент в том плане, что страна живет бедно. И все это сказывается на уровне жизни проведения Олимпиады. Но, тем не менее, все это было в довольно корректной форме. И, конечно, они приветствовали гостей, старались везде и всюду им помочь. Огромное количество волонтеров было по всему Риву. Если ты где-то заблудился, достаточно было найти в определенной желтой маечке волонтера, взять его за рукав и спросить, как пройти или проехать в ту или иную сторону. Тут же тебе оказывалась помощь. Вы были на Олимпиаде в Пекине. Вот это ваша вторая Олимпиада. Где больше понравилась? Ну, понравилась больше в Рио-де-Жанейро. Во-первых, более, наверное, колоритный город. И здесь мы, в Пекине, я был в составе официальной делегации, и там билеты нам предоставляли. И мы, ну, не ходили туда, куда, наверное, хотелось сходить. Здесь я сам, например, вечером садился, заходил на сайт Рио. Естественно, заблаговременно, поскольку там на отдельные элементы спортивной программы билеты расходились очень быстро. Покупал билеты и старался каждый день. Ну, у меня так и получилось, что каждый день я был на тех или иных соревнованиях. Я был там на лёгкой атлетике, на тяжёлой атлетике. Сходил, посмотрел соревнования по BMX. Ну, естественно, триатлон – это было самое интересное. То, для чего я приехал в Рио-де-Жанейро. Вот ходить на разные соревнования в Рио, на Олимпиаде – это затратное дело было? Ну, стоимость билетов была от 700 до 60 тысяч рублей. Там, естественно, зависит от места, где ты сидишь. Хотя вот я удивился, что на отдельные спортивные мероприятия был просто входной билет без указания места. То есть не было такого чёткого порядка, и ты порой выбирал, где удобно тебе было сесть. Вот на вольной борьбе я сидел на чётко обозначенное место, на соревнованиях BMX и триатлон. Пораньше пришёл, соответственно, занял более удобное место. Ну, стоимость, те билеты, которые я покупал, я не пошёл на закрытие, поскольку сам минимальный билет, который был в продаже, стоил 28 тысяч. А вот на соревнованиях все остальные соревнования были абсолютно доступны. Ну, наверное, самый дорогой билет, который мне пришлось приобрести, это 5 с половиной тысяч. Я ходил на финалы лёгкой атлетики, как раз были прыжки в высоту, бег 110 метров. Но всё равно, я думаю, что всё это довольно интересно. И эти средства, ты получаешь огромные эмоции, которые невозможно пережить на любом другом соревновании. Когда бывали Олимпиады, я ни разу не был, но я слышал, что там буквально этот город становится одной большой семьёй, все друг другом дружат и так далее. Какие-то у вас яркие знакомства появились? Нет, знакомства, конечно, были, постоянно общались, там можно было познакомиться в метро. Были какие-то случайные знакомства. Например, когда я ехал, для того, чтобы посмотреть знаменитую статую Христа, оказалось, что рядом со мной сидит один из механиков Гвен Йоргенсен. Это олимпийская чемпионка, которая выиграла триатлон как раз в Рио-де-Жанейро. Мы познакомились с ирландцем Сэнди, поговорили как раз, он рассказал, как они готовились к Олимпийским играм. Мы, значит, о том, что всё удалось их команде, конечно, было такое звёздное знакомство, выйдя из «Газели» тут же, ну не из «Газели», там специальный микроавтобус, мы тут же сфотографировались и двигались дальше. Но были другие тоже встречи, знакомства, в том числе и со знаменитыми спортсменами. Ну, в частности, там, я, например, общался там буквально несколько фраз с серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года, с Лисой Норден, это тоже триатлон, там с Ричардом Варгой, который тоже входит в элиту мирового триатлона, можно было прийти в «Русский дом» и там также увидеть каких-то известных людей. Сейчас один из них пришли, там будет Сергей Крылов с кружкой пива, мы тоже подошли, сфотографировались, пообщались. Ну и передвигаясь по самому Рио, можно было видеть самых необычных гостей. Например, там загорали на пляже, идёт команда страны Нигер, то есть страна, которая расположена очень далеко-далеко, там ребята идут в красивой форме, можно было подойти. Я подошёл к ним, значит, попросил с ними сфотографироваться, значит, они не отказали, осталась яркая фотография о той встрече. А Рио все характеризовали как город криминальный? Это как-то было ли какие-то такие моменты неприятные на Олимпиаде? Ну, может, они были, но мне как-то довелось не столкнуться с этими моментами, хотя я порой в один возвращался в 12 часов ночи с тех или иных соревнований. Идёшь по улице, переступаешь через спящих на улице, там действительно есть нищие, которые ночуют на коробках, которые не имеют своего жилья. Ну, пожалуй, единственным криминальным моментом, это было на пляже, мне предлагали купить косячок марихуаны. Отказались? Да, да. Как настоящий российский гражданин я отказался, но других моментов не было. Хотя вот волонтёры российские, там, по крайней мере, было минимум 4 красноярских волонтёра, вот у них был момент, когда они бросили телефон на пляже, пошли купаться, этот телефон неожиданным образом исчез. Подошли к их одежде два негра, потом этих негров обыскали, но ничего не нашли. Такой момент был. Мне не удалось соприкоснуться с организованной преступностью, хотя там проезжали мимо фавел, видели бедных людей. Очень было много полиции, очень много было, значит, солдат, которые в полном вооружении, там, стоит, вот идёшь и, помню, мы вышли со станции метро, на соревнованиях по BMX нужно было пройти полтора километра. Так вот, через каждые 50 метров стоял вооружённый автоматчик в полном амбардировании, который, значит, также следил за обстановкой, ну, может, благодаря этому не было таких каких-то криминальных выпадов. И в остальном, конечно, ну, смотришь, контролируешь свой рюзачок, там, кошелёк, но в основном дружелюбные отношения простых бразильцев. Вы регулярно укладывали фото из Бразилии, там у вас есть несколько фотографий, как раз с пляжа Капагабана, где девочки, видимо, курят этот самый косячок, который вам предлагали. Да-да-да, ну, я уже остался один, там, все уехали, пять дней не слышал русской речи, и просто лёжа на пляже, я смотрю, смотрю, в общем-то, девчонки скручивают самокрутку. У меня закрылось подозрение, что это марихуана, ну, и потом, видимо, от того, как они передавали эту самокрутку из губ в губы, и рядом со мной тоже стоял работник пляжа, который раздавал там сиденья и лежаки, он сказал слово «марихуана», и пошёл там девчонкам, погрозил так шутливо пальчиком, на что они ему ответили, что жизнь прекрасна, значит, и продолжали, вообще-то, свое дело. В принципе, довольно свободно, и всё это зафиксировал на свой телефон, как один из прикольных моментов пребывания на этом знаменитом пляже Капагабана. На этом всё, это был «Спортивный клуб», увидимся в следующую субботу в 12.30, и вы узнаете о спорте больше. Удачи! Спонсор программы «Спортивный клуб» – компания «Норникель».